Приветствую вас. Сегодня умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сангоркин. Владимир Николаевич, кстати, одним из первых деятелей медийки отечественной попал под санкции. Ровно 10 лет назад, осенью 2012 года, он стал ньюсмейкером в контексте разговоров про то, что его лишили американской визы. Я тогда Владимира Николаевича позвал в прямой эфир программы «Правда-24», и мы поговорили про это, и про санкции, ну и, конечно, про журналистику. Был такой разговор. Владимир Николаевич, я вас приветствую. Спасибо. Ну что, мне кажется, что по итогам года, о чем надо бы говорить? Если набираешь «Сунгоркин» в поисковике по блогам, то сразу вот эта история всплывает, как вас затроллили с якобы аннулированием вашей американской визы. Как вообще все это происходило? То есть, как вы узнали, и откуда вообще ноги растут всей этой истории? Вам пришел факс просто в редакцию, да? Якобы из американского посольства. Я посмотрел, пожал плечами, позвонил своей коллеге Марго Симоньян, потому что она глава. И она тоже получила, да? Нет, она от меня получила. Она своего не получала. Нет? Нет, нет, нет. Посоветоваться с ней. Что это такое вообще? Как? А разве она не получила такой факс? Нет, она пришла в страшное возбуждение, потому что она говорит, так это событие вообще. Я, кстати, не думаю, что это событие. Вот. И ты первый человек, который оглашен по списку Магнитского. Я не вникал во все эти вещи. Ну, и она радостно говорит, давай я про это сообщу. Говорю, ну, сообщай. Не успела она сообщить, и тут же волна пошла. У меня два телефона, и на каждый телефон шли звонки от агентства радиоканала, в телестудии. Я даже смотрел, кто как работает. Работали очень оперативно. В течение целого часа я молотил языком и давал интервью. Сам удивляюсь, я уже начал чувствовать себя таким космонавтом в конце, понимаете. Но где-то через час умные люди стали проверять подписи, детали, и выяснилось, что это фальшивка по простой причине. Она была подписана вице-консулом, который уже не работает в этом посольстве. А где-то в Средней Азии, да? Да, его перевели. Он был в этом. Поэтому мне просто застала вся ситуация в Росплох. Я только успевал отвечать на звонки. Звонки шли лавиной. Ну, вы стали не смейкером, да, таким. Да. А кто, говорят, Глеб Павловский, да, сочинил этот факт? Нет, это не Павловский. А я на автомате подключил наших специалистов, тех же, кто занимается всеми этими вещами. Правда, я им дал отдохнуть в субботу-воскресенье. В понедельник они пошли по следу. Смогли, молодцы, смогли установить, откуда, с какого факса, кто передал. Там было все очень серьезное. Такая работа была тщательная. Ну, нашли, в общем. А кто не скажет, потому что мне неудобно. Ну, я в Фейсбуке читал, что Глеб Павловский сам хвастался, что мы сидели в Хаяте, там, выпивали и решили вот Суна разыграть. Нет, нет, нет. Нет, не он, другие люди, но тоже большие юмористы. Ну, то есть, это был просто Степа или это была какая-то политическая провокация, как вам кажется? Черт его знает. Получилась политическая провокация. Получилось. А что-то было, я не знаю, я не сильно вникал. Вот вы знаете, существуют такие вещи, которые я для себя, я так придумал, я их называю фактоидами. Когда про какое-то событие формируется какое-то мнение, и оно не опровергается до конца. Потому что по блогам до сих пор говорят, что Сунгуркина лишили американской визы. Хотя уже было опровержение, уже все разобрались, все уже отписались. Но вот это вот поехало и пошло. Как вы относитесь вообще к такому роду мифотворчеству? Вы знаете, мы имеем сейчас такую медийную жизнь, что докопаться до правды очень сложно. Потому что вы на любое явление получаете 6, 8, 12 версий. И эти версии все не растворяются. Вот сегодня невозможно сказать. Вот я вышел, допустим, и говорю, здравствуйте, я истинно в последней инстанции. Сейчас я вам все скажу. Меня послушают, пожалуйста, по каналу телевизора, с экрана телевизора. И тут же в блогах, в интернет-сфере выступит еще 50 человек, которые скажут, врет. Да еще и припечатают матерным словом, да еще выскажут свою версию. Что с этим делать, я не знаю. Ну, вернее, знаю, нужны какие-то более-менее авторитетные источники. Но мы все дружно, вы, я, вся журналистика, она сегодня в итоге приводит к тому, что доверие в целом падает и закономерно падает. Оно продолжает падать? Мне кажется, что оно упало ниже плинтуса, когда были информационные войны. Нет, нет, нет. Есть же в этом своя романтика, я бы сказал. То есть человек, который хочет докопаться до истины, он докопается. И есть своя романтика в том, чтобы пытаться разобраться, что там было на самом деле. Вот, ну, у меня в газете, в той же «Комсуморской правде» есть буквально несколько человек, для которых это такое азартное занятие. И эти люди, вот, они берут, как бы, непреложный факт какой-то, уже непреложный, начинают копать-копать и создают, ну, на мой взгляд, журналистские шедевры, потому что они показывают, что все было не так, как... Ну, какой-нибудь пример, конкретно приведите какой-нибудь пример. Ой, ну, таких историй много. Например, нашумевшая история, наверное, нашумевшая была про Сагру, да, вот, где якобы, я уже так не буду в детали засну, там, якобы одни пошли на других, другие, там, белые, черные, значит, одни были благородные всегда, другие олицетворения ада на земле. И в итоге, значит, получилось то, что получилось. Ульяновская беда поехала, написала злобный материал, это вот она, один из у меня таких людей, что на самом деле все они хороши, и те, которые благородные, и те, которые неблагородные, и на самом деле все было не так, а эдак. Таких историй очень много сейчас. Ну, например, господи, ну вот, мы, газета такая, которая любит заниматься расследованием каких-то нашумевших историй про таинственных, допустим, да, вот, недавно, или не таинственных, недавно, везде было такое сообщение, что рыбаки поехали на рыбалку в Якутии и нашли их аж через 4 месяца живыми, двух нашли, двух нет. 4 месяца они где-то скитались по снегу, по морозам, вот, и, наконец, их нашли. Представляете, вот, это обошло все мировые агентства, потому что это сенсационная история, что рыбаки выжили в условиях Якутии, бродя по снегу, ища, заблудились и искали, собственно, выход. Но ушли в августе, а нашли 30-го ноября. Ну, когда я, например, это прочел, да, и все добросовестные, сейчас журналистика выглядит так, 90% журналистов друг у друга все переписывают. Перепост. Вот, прям перепостывают, немножко что-то оживляют, там, начало, конец, и все, и все это бродит. Вот, и я послал специального человека, который говорил, разберись, такого не может быть. Послали туда, в Сибирь, да? Да, туда, туда, в Якутию. Такого не может быть, не могли они 4 месяца бродить по снегу, и, наконец, начали. Вы же сам охотник, да, вы знаете все это. Ну, да, я сам не рыбак, я был даже на этой речке, вот, в свое время. Я понимаю, что это невозможно, этот сюжет таким быть не может. Ну, и она разобралась, что, скорее всего, там были и убийства, скорее всего, они жили в жилых местах, много раз выходили на связь, нигде на 4 месяца они не пропадали, скорее всего, мыли золото, и, скорее всего, там есть два трупа из этих четверых, из-за которых они прятались. То есть, это вы раскопали журналисты? Это мы уже раскопали, мой человек раскопал, а все остальные вот так вот просто перепечатывали. Пошли на рыбалку, забудились. Там потом же, наверное, возбудили какое-то уголовное дело, да? Конечно, сейчас начинают разбираться, а что же было на самом деле. И вот таких историй, их очень много, сколько надо разбираться. То есть вы занимаетесь такой настоящей журналистикой? Да, она просто дорого стоит, она дороже стоит, но она очень интересная. Берем нашумевший факт, начинаем с ним разбираться. У вас есть ли отдел какой-то журналистических расследований? Нет, это просто люди, которым нравится. Это люди, которым нравится. Если это дорого стоит, вы ведь на самом деле в известной степени хозяйственник, вы же менеджер. Помимо того, что вы главный редактор, вы еще и генеджер. Значит, для вас статья расходов, она должна быть как-то аргументирована. Если вы тратите эти деньги, то вы тратите их зачем? Для чего? Для престижа? Для того, чтобы сделать сенсационный материал? Или для того, чтобы потом все равно на этом еще и денег заработать? Нет, безусловно, мы все, все медийщики сегодня решают одну задачу, удержать внимание своей аудитории. Если я буду просто из интернета все переписывать, то я аудиторию не удержу. Мой потребитель платит деньги за то, чтобы он купил газету сегодня, завтра, послезавтра, шел киоску, вот по этим морозам просовывался, платил эти 10 рублей. Это очень такая серьезная задача. Как только я его перестану на этом крючке, на этой иголке держать, он завтра не пойдет к киоску. У меня все рухнет. Он может не пойти к киоску, он может просто раз в айпаде зайти и прочитать такую версию. На наше счастье, да, я тоже... Вы же выкладываете все материалы, причем более полные версии. Конечно, конечно, и с видео, и с аудио, и вот тебе так едок. На наше счастье люди очень ленивые, консервативные и... То есть им по морозу проще дать киоску, чем всей соседей. Им проще прогуляться или там на работу, чем открывать этот интернет. Ну, часто люди не имеют, к счастью, доступа к такому уверенному интернету, к широкополосному доступу. Вот. Ну и консервативность. В этом же, понимаете, жизнь состоит из ритуалов. Вот он идет, он должен купить газету. К счастью для нас, те, кто к этому ритуалу привык, там, уже 20 лет, они соблюдать. Это наше, условно говоря, поколение. А молодежь читает комсомолку? Комсомолка, ведь, изначально была молодежным изданием комсомолки. Да, да, да. Читают они? Знаете, все-таки это было давно, я сейчас не ориентируюсь на такую вот молодежь, молодежь, молодежь. Я, скорее, апеллирую, я не знаю, сколько ему лет, 70, 50 или 20, я апеллирую к любознательности. Может, ему 15 лет, но он любознателен, может, ему 20 лет, ему просто хочется больше знать о каких-то интересных вещах, о загадочных вещах, интересных, или о том, что полезно. Поэтому мы не видим, вот, нам надо обязательно, чтобы он был молодой. Нет, он должен быть просто любознателен, и в 20, и в 70 лет, где-то так. Вы знаете, вот меня что поражает в Комсомольской правде, это газета, во-первых, меня поражает, что она, конечно, лежит на всех столах в очень высоких кабинетах, куда иногда случается попадать, и люди не прячут это. Потому что на Западе, в аналогичный кабинет, понимаешь, они за сан какой-нибудь, тиражное издание, они стараются так, чтобы не лежало. Нет, ну, мы не сан, во-первых, да. Да, а вот Комсомольская правда как бы не считается таблоидным изданием, хотя это типографский формат таблоидный. Как вы считаете, один и тот же человек может читать аналитику и людей с мировыми именами, вы там Тереми и Сана публикуете, всемирно известных журналистов, которые там пишут для вас, и тут же рассматривать девушек в купальниках на задней площади. Или это вы покрываете одним выпуском разной аудитории, как вы считаете? Нет, я думаю, что таблоидный формат давно уже стал универсальным. Даже газета «Ведомости» с 1 января переходит на малый формат. И мы перешли на него в 2006 году первыми из, одними из первых газет, которые переходили с огромного вот этого вот «бродшит» в малый формат. Сейчас осталась просто тенденция, сейчас все уходят туда. Ну и все, не все пока. Многие ваши конкуренты остаются вот при... Ну, многие уходят, тем не менее тенденция есть. Что касается, что происходит с этим, условно говоря, большим начальником, или яйцеголовым таким аналитиком, я думаю, он может брать и газету «Коммерсант», и газету «Ведомости», и «Комсомолку». Мне кажется, это разные доли мозга. Здесь я начальник, мне надо почитать «Ведомости», а здесь я просто человек, гражданин, просвещенный обывателем, и я возьму «Комсомолку», чтобы, собственно, понять, какая повестка дня у народа. «Комсомолки» ведь есть те же самые материалы, которые хорошо бы смотрелись там в любом деловом издании, абсолютно вот в том же виде. Вы не считаете, вы публикуете эти материалы престижа ради, или вы считаете, что вы... Нет, вы знаете, я ничего не печатаю ради престижа, вот ничегошеньки. Я просто соберу материал и вижу, что этот материал, первый, написан на ту тему, которая многим интересна, а второй, массам интересно, второй, я смотрю материал, который хорошо написан понятным языком, понятным языком, простым понятным языком. Все, тогда этот материал попадает на полз. Он многим интересен, но он написан понятно. Часто материалы в качественной прессе очень тяжело написаны. Вот и все. Для понимания тяжело. Вы считаете, что сильные мира сего выписывают комсомолку и читают ее, потому что они считают это инструментом влияния? Или они удовлетворяют свою любознательность? Я думаю, что очень часто это некое удовлетворение любознательности. Второе, это представлять ту повестку, которая интересна массовому населению страны, массам. Это тоже важно. Что сегодня людям, собственно, интересно? Хорошо, а почему вот влиятельные, условно говоря, издания, ну, по паре есть ежедневных газет, которых вы назвали, которые считаются влиятельными, почему у них такие мизерные тиражи? Почему этот тираж в 100 тысяч на такую страну не может считаться серьезным? За счет чего тогда влиятельность? За счет того, что элита читает? Я думаю, во-первых, традиции внушения друг другу, что... Элита внушает друг другу, что прилично, что неприлично, что модно, что не модно. Это очень важная вещь. Ну, как условно говоря, есть сумка Луи Вютон. Вот ее надо носить. А на самом верху надо носить сумку Биркин, да, допустим. Я ее даже никогда не видел, но вот принято. Вот, поэтому мода существует, подражание существует, точно так же, как существует антимода. Вот если ты приличный человек, наверное, ты не должен тоже комсомолку читать. Ты должен читать коммерсант, а про комсомолку должен говорить, я ее уже 20 лет не читаю, когда-то она была хорошая, сейчас она стала плохая. Ну, то есть такие мантры исполняются, не приходя в сознание, очень часто. Я их слышу тоже часто, и пишут мне, и высказываются, и в блогах очень много. Вот, это мода, первое. Второе, почему маленькие тиражи у них? У меня есть теория, она, не знаю, сколько у нас времени еще осталось. Говорите, говорите, говорите. У меня есть теория. Мне кажется, то, что такие маленькие тиражи общенациональных качественных газет, сие означает очень плохое качество населения, как ни прискорбно. Да, 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 да. Такую вы сейчас прям непопулистскую вещь совсем сказали. Ну, непопулистскую, но мне кажется, что-то происходит с населением. Посмотрите, те вещи, та повестка, которую оглашают качественные газеты, абсолютно в большинстве страны почему-то неинтересны. Вот почему они неинтересны? Раз они не покупают, не подписываются, им это неинтересно. Что сие означает? Сие означает, что огромное количество так называемой элиты, это бюджетники, во всех смыслах слова, люди, которые зависят только от бюджета и от своего начальника, им просто ничего неинтересно из общеполитических, общественно-политических вопросов. Им просто это неинтересно. Они живут в каком-то другом мире, про которое не принято говорить, не принято писать, не принято показывать даже фильмы. Ну, возможно, фильмы показывают, да? Это очень интересный феномен. Они просто живут совсем другими интересами. Вот другими интересами. Вот ведомости пишет, и коммерциант много про бизнес. Сие означает, что тот бизнес, про который они пишут, его просто не существует в массовых количествах. Видите, его просто нету. Мы думаем, что есть, вот мы везде продолжаем, человек должен быть предпринимателем, и тогда он чего-то заработает. А правда жизни состоит в том, что никого предпринимательства нету. А есть другая поиска. Существует огромный бюджет Российской Федерации, который, ну, то, что называется, пилят, да? Но нету газеты, и не может быть газеты про то, как люди пилят бюджет, да? Или там, 8 способов распилить бюджет. Ну, пилят тем более небольшое количество людей. Остальные сидят на зарплате, знают, что у них ничего с ними не произойдет, и вся эта повестка дня коммерсанты и ведомостей их никак не касается. Они живут, они выписывают газету или читают шесть соток, значит, они читают комсомолку, которая пишет о массовом интересе, и всякие тещины языки, кроссворды, сканворды и так далее, и смотрят бесконечные сериалы, да? Все. Сие означает то, с чего я начал, качество населения очень интересное. Мы за 20 лет за этих создали... Ну, разве не вы, извините, я перебью, сформировали качество этого населения? Вы же медиум-агнат и главред там одной, ну, самой тиражной газеты. Нет, нет, не я сформировал. Знаете, почему не я сформировал? Ну, не только вы, но со своими коллегами. Ну, если я там был на 50-м месте. На самом деле, это формирует с ее системой экономической, которую мы построили. У нас государственная экономика в значительной степени. У нас главные все ресурсы страны человеческие, либо пенсионеры, либо, извините, инвалиды, пенсионеры. Вы знаете, например, что в Москве больше трети населения, уже к половине приближается население, это пенсионеры и инвалиды. Либо работают в бюджетных организациях. То есть, место его определено, зарплата определена, и зачем ему читать ту самую качественную газету, которая пишет о Египте, что там принята конституция, пользуя тех или иных. И, кстати, это одна из причин того, что протестное движение у нас на очень низком уровне. А вы считаете, что это плохо, что оно на низком уровне? Ну, знаете, у нас есть очень большое противоречие между выбранной Думой, допустим, которая вот сейчас принимает те или иные решения, и тем ропотом, который идет, опять же, в интернет-сфере, в так называемой медийной сфере. Вот медийная сфера не совпадает с Думой. Это очень интересный феномен. Почему оно не совпадает? Медийная сфера – это отражение мнения населения. У меня есть ответ. Она не отражает мнение большинства населения. Большинство населения сегодня не имеет своего представительства в медиа. Просто не имеет. Оно помалкивает. Знаете, молчаливое большинство. Оно просто молчит. Оно не высовывается. А знаете, почему оно не высовывается? Почему? Потому что оно все бюджетное. Оно или пенсионеры, или оно бюджетное. Их интересует ровно одна вещь. чтобы мой начальник на меня не посылал поса, они все зависят от государства. Все. Какая-то мрачная у вас картина. Не, она не мрачная. Может, она может толковаться как мрачная, а может, и не толковаться как мрачная. Знаете, что в ней есть хорошего? Что у нас не будет все сметающая очистительная революция, о которой мечтает благосмера. Понимаете? Вот то и самое, когда все сметут снова, включая вот вашу вот красивую студию. И снова начнем. По улицам будут бегать бандиты друг за другу. То есть конца света в этом масштабе не будет. Кстати, как вы, я имею в виду не вас лично, а ваш холдинг пережили конец света? Это, кстати, та же история про мифы. Ведь Мексика якобы, календарь, значит, и деревушка во Франции, где якобы скапливались миллионы, сотни тысяч и так далее. Все придумано, все выдумано. А кто это, журналисты придумывали? Нет, ну, я думаю, придумывали все помаленьку. Скорее всего, это придумывали писатели, такие апокалиптического начала. Все придумано, включая всемирный такой массовый интерес к этому событию. Вот была история как раз, что во Франции есть деревушка, куда якобы должны скопиться сотни тысяч людей, и их там заберут то ли инопланетяне, то ли кто-то с этой горы. Оказалось, и действительно туда съехались вот сейчас. Вы туда людей посылали? Да, конечно, двоих посылали. Двоих, двоих. Значит, туда съехались все телеканалы, все радиостанции мировые, все газеты в огромных количествах, но кроме них там не оказалось никого. То есть, приехали эти журналисты? Оказалось, все выдумка придумал мэр этого городка, он бывший хиппи, бывший, значит, очень любил курить марихуану, который там вот этих, что еще, конопельки, это, значит, росло, этих цветочков росло очень много. И он там с измальства, значит, жил в этой деревушке, и они все это придумали. На это клюнули все мировые медиакомпании, которые прислали туда огромное количество журналистов, а нормальных вот таких чокнутых, значит, людей, которые бы приехали спасаться, просто не оказалось. Но все медиа молчали до самого последнего дня, что все это туфта. Ну, потому что их туда прислали, представляете, из Америки, из всех стран Европы, из Азии, из Японии приехали эти съемочные кампании смотреть столпотворение. Его не оказалось. Все помалкивали. Но вы тоже помалкивали? Или вы комсомол как писали? Мы все написали, но в конце, мы в конце, в самом конце всю правду рассказали, что все это полное туфта. Скажите, комсомольская правда в 13-м году будет отличаться от комсомолки 12-го года? Знаете, такой вопрос, как ни прискорбно, не очень оптимистичный ответ, потому что мы под очень сильным давлением находимся. Политическим или финансовым? Нет, не могу по себе. Я имею в виду медийным давлением. Размывается аудитория. Вот мы начали с того, что почему им в интернете не смотреть. Поэтому бумажная версия, скорее всего, будет точно такой же. У нас сокращается потребление бумажных газет в стране. По многим причинам. Вымирает просто наша аудитория от старости. Но мы много вкладываем в интернет, в радио, в телевизионные каналы, чтобы на всех площадках мы обязательно присутствовали. И там присутствие наше растет. Ну что ж, я желаю побед вам во всех отраслях, и чтобы бренд «Комсомольской правды», даже если бумажной версии не будет столь многомиллионной, чтобы он был знаком всем поколениям. Спасибо. Так оно? Вот так вот, да.